Обсудить большую проблему, которой стал для ангарчан льготный проезд, собрались практически все общественные организации. Люди, сидящие в этом зале, инвалиды и ветераны, на себе испытали все тонкости игр в политику. Пилотный проект, который реализовывался на городском транспорте с начала 2016 года, должен был научить областных чиновников эффективно осваивать бюджетные деньги. Такую возможность предоставили региону ангарские транспортники. Уже на оборудованных электронной системы автобусах, заметим, за свой счет. Однако результат вышел боком и для перевозчиков, и для самих пассажиров. Оно при экономии бюджета ухудшило жизнеобеспечение самих граждан. Зело и уменьшило им право поездок. Право поездок уменьшено было до 30. Статистика показывает, если бюджет Иркутской области даст возможность гражданам до 30 поездок осуществлять, остальное за счет собственных средств, бюджет сэкономит 71,5 миллиона рублей. До пилотного проекта ангарские предприятия отчитывались о 25 тысячах горожан, пользующихся льготным проездом. В 2016 году право выдавать единый проездной перешло к организации ОЭК, которая, в свою очередь, зарегистрировала уже на 3000 больше карт. Электронная система подсчитала фактические поездки, а в среднем около 50 в месяц на каждого льготника. Однако эта статистика условна. Одни ездят пару раз в месяц, другие каждый день, еще и с пересадками. И все же эти цифры не устроили руководители регионального Минсоцразвития. Перевозчиков обвинили в мошенничестве использованию проездных льготников, которые по здоровью просто не в состоянии пользоваться проездом. Одно «но». Причем тут перевозчики, когда право льготнику предоставляет министерство, а оформляет ОЭК. В 2016 году выдавало само правительство Оргутской области, вы это сами знали, и сделали механизм очень непростой. Сначала человеку нужно получить распоряжение, он, значит, ногами своими, значит, он не лежачий, больной. Он должен прийти в министерство, вы это все испытали, получить распоряжение. Потом прийти в ОЭК в правительство Оргутской области, фотографироваться и вторично прийти, получить электронную карту. Итог пилотного проекта для областного бюджета в 2016 году – экономия более 20 миллионов рублей. Не успокоившись на этом, министерстве решили пойти дальше и ограничили льготных пассажиров, установив лимит в 30 поездок. Вовсе лишились права на льготу и сопровождающие лица – родственники тяжелобольных людей или родители детей-инвалидов. Отдельных карт в ОЭК для них не предусмотрено, а значит, предъявлять в транспорте нечего. Кстати, лимит область установила и для других категорий льготников. Приемная мама, у меня шестеро детей. Четверо дней учатся в школе в городе. Я живу и в октябре. Им сняли поездки, сделали на ребенка 50 поездок. Дети в день затрачивают 4 поездки, получается, до школы и назад. Им хватает всего на детей 12 дней. Остальное мы хватаем деньги. Получаю на детей 6 тысяч, но ребенка я не могу тратить бюджет от своей семьи по 7 тысячам проездка. Заметим, обещание разработать механизм предоставления льготы сопровождающим инвалидов лицам. Министр социального развития Владимир Родионов обещал ангарским журналистам в июле этого года. ВОЗ, к сожалению, и ныне там. Обескуражены поведением областных чиновников и депутаты законодательного собрания. Данное программное обеспечение введено, ну, я только нашел, по-моему, там 14 было, ну, не хватило этого. Самое главное, город Москва выдается в год 26 миллионов карт. У нас в Ангарске 28 или 30, да? Разница, понимаете? 26 миллионов, 28 тысяч, ну, например. Эти, вернее, эти города, эти субъекты внедрили эту систему в 2011, 2012, 2009, 2010, 2013, 2015 годы. Эти системы действуют в метрополитене, в троллейбусах, в трамваях, в любом транспорте. На встрече общественники приняли решение подписать обращение к депутатам законодательного собрания Иркутской области с просьбой повлиять на принятые чиновниками решения. Сессия, на которой может решиться судьба сотен тысяч льготников по всей области, состоится 16 декабря. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.